Дорогие мои коллеги, посмотрим, кто сегодня с нами присутствует. У нас есть Наталья Полёва, Татьяна Андреевна Архипова, Штан Наталья и Ворова Марина Николаевна. Есть, да? Сейчас, сейчас, сейчас подключается. Ну что ж, вот таким образом я могу всех участников видеть. Итак, с вами начинаем семинар. Я ставлю на демонстрацию экрана и начинаю демонстрацию. Сейчас, одну секундочку, одну секундочку. Что-то не пошло. Сейчас открою презентацию. Так, ну вот моя презентация. Итак, Порозова Марина Георгиевна, учитель математики МАУСОШ номер 65 города Томска. Итой компетенции педагога в современном образовательном пространстве. Интернет стал важным участником образовательного процесса еще в начале 2000-х годов. И сегодня редкие учители и школьник совсем не используют технологии в обучении. Мы общаемся с коллегами, учениками, их родителями в мессенджерах, пользуемся электронным журналом, ищем дополнительные материалы в интернете. А с прошлого учебного года и вообще перешли на дистанционное обучение. Вот моя задача рассказать вам, как это у нас в школе проходило. И я бы хотела услышать от вас, чтобы вы и мы с вами поделились впечатлениями. Итак, администрация школы приняла решение, что мы будем вести уроки через скайп. Было составлено расписание. Урок у нас длился 20-25 минут. Мы работали с 5 по 11 класс, вот таким образом. А начальная школа, ну, чтобы было общее понимание, занималась на другой платформе учи.ру. Также родителям еще была предложена образовательная платформа РЭШ. Но сразу скажу, что родители очень, так скажем, были, ну, не совсем довольны, потому что очень долго получалось туда зайти, и не всегда платформа разрешала принять себя. Хотя я сама заходила на эту платформу, довольно интересный был и теоретический, и практический материал. Своим ребяткам по классу я выписала темы, на которые можно заходить, брать материал и работать. А вот для тех детей, которые не могли пользоваться скайпом по техническим причинам, был предусмотрен бумажный вариант. Два раза в неделю ученики или их родители приходили сюда в школу на первый этаж, они по школе не поднимались выше первого этажа, и брали задание. После того, как выполняли задание, приносили, вот таким образом шел обмен. Но, к сожалению, вот такого прямого участия, живого, вот в таком случае не получалось. Еще у меня был один вариант, это когда ребенок ОВЗ, и мы с ним общались по WhatsApp, по видеосвязи. В оговоренное время, правда, с телефона только мамы. Мама иногда уходила на работу и с собой забирала телефон, но мы тогда в другое время. И вот таким образом другой возможности общаться вот с таким ребенком не было. Могу с вам сказать сразу, что по WhatsApp это тоже неплохо получалось, и мы таким образом продвигались. Это ученик был девятого класса. Итак, по скайпу. Какие же возможности есть у скайпа? Что я могу делать? Ну, вот давайте мы с вами сейчас, я попробую продемонстрировать, что есть, и заодно сразу будем проговаривать. Вот по скайпу, когда мы ведем речь, то есть ведем уроки, во-первых, здесь уже вообще на дистанционном образовании есть свои ограничения. Так как длительные лекции я уже не могу ребяткам преподносить, то есть вот как это бывало в традиционке минут сорок, а приходилось делить на короткие фрагменты минут по десять-пятнадцать и перемешивать с вопросами-заданиями. Иначе попросту сорок минут и даже те же двадцать, что мы вели, меня никто не будет слушать. Кроме этого, онлайн-обучение требует особых механизмов, то есть четкой организации и локализации, более тщательной проработки заданий и необходимо продумать систему оценивания. Вот, например, я сейчас покажу вам презентацию, я надеюсь, что у вас переключилось, это урок в восьмом классе, центральные вписанные углы. Я тебе придумала вот такую заставку в виде школьной доски, а дальше все шло как в обычном уроке, где я прописывала цели, начинала разговор о теории, то есть вот такие слайды были, да, затем, ну я очень коротко пробегусь, чтобы вы имели представление. И после того, как был представлен теоретический материал, мы переходили к практическому заданию. Но, например, нужно было определить, какую градусную меру имеет угол. Сто пятьдесят ребятки видят, и нужно было пояснить, каким образом это получилось. Дальше. Все время, чтобы я говорила, это не очень удобно. Мне же нужно посмотреть, и как ребятки усваивают материал. Поэтому ребяткам предлагались вот такие задания, то есть уже после того, как мы поработали, проговорили задания вот на этих слайдах. И ребятки самостоятельно выполняли. Но если, допустим, по другим предметам, ну, например, по истории мы можем просто разговаривать, да, вот общаться, то в данном случае математику очень сложно на слух воспринимать. И я ребяткам предлагала следующий слайд, где уже прописаны решения с обязательной отзвучкой. Кого-то из ребят просила озвучить, каким образом вот это все, ну, решилось. Вот, допустим, еще задачка, да. Такую задачку я предложила, а потом, потом мы уже проговорили. Ну, во-первых, очень важно понимание задачки. Я вот специально выделила. Центр окружности лежит на стороне АБ. Вспомнили свойства, а дальше пошло решение. Предлагалось, вот, предлагались вот такие задания, где дети самостоятельно у себя в тетрадях выполняли задания, а затем уже шла проверка. И если, допустим, были вопросы, ребятки могли задавать вопросы, включив микрофон, то тогда озвучивали и отвечали. Вот у меня слайд есть под рукой, я сразу проговорю. Очень важно, как контролировать. Вот в восьмом классе контроль шел через гугл-формы. Гугл-формы я заполняла и заранее вбивала не выбор ответа, у нас на экзаменах уже нет таких заданий, а чтобы ребятки готовы вынесли результат. И у меня уже приходили ответы детей, и таким образом всё это контролировалось. Вот посмотрим ещё одну презентацию. Я вот эту презентацию уже закрою. Посмотрим ещё. Ну, например, вот такую. Постепенно я поняла, у меня девятый класс, что без устного счёта никак. И тогда предлагались ребяткам задания, ну вот, например, такие. Сами дети выполняют задание, однако же всё это нужно проверить, откуда, как, что получилось. Вот у нас тут сейчас в школе идут курсы, мы все учителя на курсах, и лектор нам говорит. Ну что ж, ну вот презентация, ну что, как фотография? Нет. Не. Можно, можно. И использовать ей как не фотографию. То есть по презентации я могу писать. Вот посмотрите, нажимаю, например, на лазерную указку, и когда объясняю материал, то есть я могу ребяткам проговорить, обратить внимание, показать, вот о чём я говорю. То есть не просто разговаривать, а ещё и показывать. Или, например, если что-то вдруг непонятно, то я могу взять, ну, например, вот перо и что-то как-то пописать, да, прям по экрану. Либо, допустим, там что-то исправить или как-то ещё подписать. Одним словом, я могу писать и комментировать одновременно. Вот таким образом. Кроме этого, ну, либо оставить, вот здесь вот видно, да, либо удалить, либо использовать ластик. Допустим, вот я писала, и всё, весь этот материал я могу убрать, если мне это не требуется. Так, вот здесь вот в этой части я почему-то сейчас не вижу, вот я показываю на презентации. Эти значки можно видеть только, когда презентация развернута. Вот сейчас у меня таких значков нет. Но на будущее вы дома, когда придёте, откроете презентацию и поставите вот так вот её на экран, то в левом нижнем углу я вот мышкой показываю, надеюсь, меня видно, да, мышку показываю. Здесь есть кнопки, которые дают возможность, вот они примерно такие же, как вот указатель, да, но есть ещё некоторые, которые я могу переключать и для себя очень быстро ориентироваться по презентации. Ну, вот меня спрашивают, сохранить или удалить. Пишу удалить, что они мне не нужны. А таких кнопочек, когда я вот в таком формате, их нет. То есть я могу писать по презентации. Это, в принципе, тоже очень неплохо. Ну, например, вот такие задания были предложены, затем мы проверили. Кроме этого, допустим, вот идут задания, и мне нужно сейчас-то я посимпатичнее что-нибудь выберу. Ну, например, вот такие задания, да. Чтобы, так скажем, акцентировать внимание ребёнка, я могу тут же прям сразу на экране поработать и уже посмотреть. Ну, допустим, вот беру и показываю ребёнку, если вот он не видит, да, вот таким образом обратить внимание. То есть вот на экране, и уже тогда видно, что, да, 9. Могу, допустим, залить каким-то фоном или ещё что-то, но это уже пошла работа с презентациями. То есть сказать о том, что через скайп я могла только показывать фотографии, как-то их озвучивать, нет. То есть я могла ещё и писать, то есть вот таким образом проговаривать решение. Кроме этого, кроме этого, задание, задание. Так, одну минутку, сейчас посмотрим. Смотрим. Вот смотрите, мне очень нравится образовательная платформа. Это задание Юрия Гиарри Шунигэ. Я давала ребяткам работу, номер вот сюда вот выкладывала, говорила о том, что в данном случае эта работа на 30 минут, и ребятки, они уже все зарегистрированы на этой образовательной платформе. Им осталось только ввести свой логин, пароль, вводили номер, и работа пошла. То есть они работали каждый у себя на рабочем месте, дома, заходили вот сюда, сдам я решу ЕГЭ, и в тестовой работе выполняли работу. Ко мне уже приходили результаты. Я могла видеть, какое задание ребёнок не сделал, заранее давала на какую оценку, сколько нужно сделать, то есть там всё в эту программку. И ребёнок сразу видел свою оценку. Кроме этого, мог ребёнок ещё и посмотреть, как решать задание в том случае, если он его, ну, так скажем, не знал, как делать. Если вдруг, а у меня вот так получилось, ну, вот в данном случае, что два ребёнка, ну, не смогли зайти вот на эту образовательную платформу, тогда я им вот давала вот такие задачки. Затем результаты мы проговаривали, и вот таким образом шёл образовательный процесс. Кроме этого, можно подключать ещё и видео. Сейчас вот я ещё проговорю про одиннадцатый класс. Так, вот смотрите. В одиннадцатом классе, допустим, мне очень нравится сайт Математика 100. Вот на этом сайте выложены все задания подборки к ОГЭ, ЕГЭ. Ну, я про математику говорю. Вот, например, задание номер пять – это базового уровня. Каким образом мы работали с одиннадцатым классом? Благо, у меня ребяток не так много. Я им заранее вот такую работу отправляла. Они дома решали, а на уроке уже только я отвечала на вопросы. И вот, допустим, профильный уровень. Менялись минутки по три с одной группой, минутки три с другой группой и продвигались вперёд. Кроме этого, в одиннадцатом классе, когда закончился образовательный процесс и пошли консультации по подготовке к экзаменам, то я так устанавливала компьютер, чтобы легко было видно доску. И уже на доске писала, и с ребятками они все были у меня здесь включены, микрофоны и камеры. И мы видели друг друга и общались. То есть шли уже непосредственно в формате консультаций. Так. Ну, что ещё? Конечно же, есть и плюсы, и минусы такой вот работы. Мы с коллегами посовещались и фактически пришли к единому мнению, что и есть и плюсы, это и ребёнок учится самообразовываться. И даже стеснительные ученики стали более активны проявлять себя в онлайн-уроках. Я вот Ваню спрашиваю, вот ему настолько это понравилось, обучение, он никого не стеснялся и был очень активен. Были и, конечно же, минусы. Минусов, ну, я думаю, было побольше. Вот из дистанционного обучения практически вылетают дети с ОВЗ, и особенно гиперактивные. Нет гарантии самостоятельного выполнения решения учебных заданий и задач. У меня один ребёнок в девятом классе так и прям сознался. Да, у меня вот был прям такой большой соблазн, и один раз я воспользовался калькулятором. Не могу сказать, что дистанционное обучение – это сплошные неудобства, угроза дисциплине и успеваемости. Вот очень, ну, я бы хотела, чтобы произошла автоматизация рутинных процессов. О чём я? Очень много тратится времени на проверку домашних заданий, составление статистики по классу. Вот я хочу освоить интерактивные рабочие тетради для пятого и одиннадцатого класса. Я знаю, что издательство «Просвещение» предлагает такие тетради, но у меня просто ещё пока не было времени, чтобы их освоить. Мне не хватало игровых заданий, потому что я на уроке всегда предлагала, допустим, какие-то, ну, например, шестиклеточные логиконы или там расставь стулья, ну, например, два стульчика, чтобы у каждой стены четырёхугольной комнаты стояло по стулу, там спеечки перестать, то есть вот такого мне не хватало. Я знаю, что есть, но до этого я ещё не дошла. Конечно, это возможность работать в комфортной обстановке, то есть мне не нужно было никуда бежать. Я подготовилась и из дома могла вести урок. Затем. Зачем, затем, затем? Вот большая проблема – это работа с мотивацией учеников. Вот пока ещё вот за эти два месяца, по крайней мере, я эту проблему не решила. И пока не знаю, как вовлечь всех учеников в этот образовательный процесс, потому что, как правило, только несколько учеников работают. Вот 15-20 присутствующих работают, а у остальных то какая-то проблемка. То пишут только в чате. Кстати, вот здесь в чат тоже можно писать по скайпу. Ну и отсутствие границы между рабочим и свободным временем. Я говорю про своё время, потому что у меня получалось работать 20-21 час, а в сутках всего 24. Презентации я составляла сама, потому что то, что могла найти, не всегда меня устраивало. Ну и тренд на дистанционное обучение появился не вчера, и он точно не исчезнет в ближайшие годы. Спасибо всем за внимание. У нас ещё будет выступать второй математик Марина Николаевна Воронова. Она расскажет, у неё очень есть интересный подход к дистанционному образованию. А я сейчас готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Можно включить внизу микрофон и задать мне вопрос. Коллеги, ещё раз здравствуйте. Вот вы сказали, что у вас только два человека, которые не могли зайти на сайт, так скажем, да, то есть дистанционно обучаться. А есть ли вот таких детей 2-3 класса? Нет, на сайт я, допустим, вот у себя практикую. Это же не вот только в апреле началось, а мы с ними работали уже и до этого времени. Причём эта платформа мне очень симпатична. Там можно и свой курс создать, и писать на доске. То есть это они настолько расширились за время дистанта. Очень шикарная программка. Если же вдруг не получалось, что ребёнок не мог зайти, да, что делать? Ну вот я вам показывала, что живьём такую работу отправляла. Ребёнок смотрел. Либо могла отправить по WhatsApp, по электронке, потому что ответы, ребятки, вот обратная связь Google формы через образовательную платформу решил сдам ГИА. Плюс отправляли материалы по WhatsApp. Там тоже есть в WhatsApp такая функция, карандашик. И я прям могла, допустим, какие-то моменты исправлять или хотя бы указать на них, написать. А затем по телефону мы уже общались. Ещё вопросы. Ну, если вопросов нет, а время у нас идёт, я тогда слово предоставлю Марине Николаевне Вороновой. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу поделиться, как я работала при дистанционном обучении. Марина Николаевна, вас не слышно? Меня не слышно. Сейчас. Плохо слышно. Громче делайте. Сейчас, сейчас. Вот так слышно? Плохо. Марину Георгиевну было лучше слышно. Сейчас, сейчас, минутку. Так, вот смотри, здесь динамо включен. Профон включен. Это не знаю, что. Не слышно, Светлана Михайловна? Хорошо, хорошо теперь. Всё. Хорошо. Да. Итак, когда началось дистанционное обучение... Марина Георгиевна, у нас с вами эхо. Сейчас, одну секундочку. Хочу сказать об одном неоспоримом плюсе дистанционного обучения, с которым я столкнулась в первую очередь. Дело в том, что после каникул, я на каникулах заболела, и когда мы вышли на дистанционное обучение, я не смогла прийти в школу. Из-за того, что у меня был сильный кашель, а в современных реалиях с кашлем не только в школу, но и из дома вообще не выйдешь. Поэтому я осталась работать удаленно. И это, конечно же, плюс, потому что можно не брать больничный и не прерывать обучение, но этот плюс, он, конечно, сразу компенсировался несколькими большими минусами. Потому что оказалось, что дома ресурсов еще меньше, чем в школе технических. И мне нужно было сразу провести беспроводной быстрый интернет. У меня не было микрофона, у меня был старый компьютер, нужно было купить наушники, микрофон. Камеры у меня тоже не было, не было школьной доски дома. Поэтому я нашла для себя такой выход. Я купила графический планшет. Вот сейчас вам покажу, что это такое, кто не видел. Вот это такая штучка, похожая на досточку. Она присоединяется шнуром. Вот здесь вход как от смартфона, а в компьютер вход как от флешки просто. Еще к этой досточке есть вот такой карандашик. И мы берем карандашик. Когда мы пишем по планшету, это становится ручкой. Но если мы выходим из графического редактора, то этот карандашик может быть просто мышкой. И можно работать одновременно и мышкой, и карандашом. Вот я сейчас вам хочу показать, как я проводила уроки с этим планшетом. Дело в том, что у меня был шестой класс и седьмой. И начинали с темы координатная плоскость в шестом классе. Нужно было научить строить точки на плоскости и определять координаты точек. А в седьмом классе тема близкая. Это построение графика линейной функции. И чуть позже графическое решение системы уравнений с двумя неизвестными. Таким образом, я поняла, что мне нужен графический редактор, я буду в нем работать. И сейчас я покажу, как я это делала. Сейчас я делаю демонстрацию экрана. Начать демонстрацию. Пошло. Мне нужен рабочий стол. Вот у меня на рабочем столе здесь. Сейчас я звену. Раскрою. Вот у меня на рабочем столе есть папка. Сейчас она называется семинар. Я ее могу назвать, например, урок какого-то числа в шестом классе, к примеру. Заранее я обдумываю, какие слайды мне нужно будет открыть на уроке. Ну вот, например, у меня будет семь слайдов. Обычно к уроку нужно меньше. Это, допустим, домашняя работа, самостоятельная работа, устный счет, может быть, какая-то игрушка и, ну, может быть, еще какое-то правило, например. Я беру слайды, которые мне нужны. Ну вот, например. Вот. Открыла. Вычислить устно. Вот сейчас у меня мышка, она вот курсором входит по этому слайду и ничего не рисуется. Но стоит мне зайти в графический редактор. Значит, на некоторых компьютерах вверху есть окошко, написано «Открыть». Если мы туда кликнем, то выйдет строчка из нескольких программ. Если там есть Paint, то мы открываем это окно в Paint в графическом редакторе. Ну вот у меня здесь другой интерфейс. Я вот нажимаю «Открыть с помощью» и вот нахожу этот Paint и открываю. И посмотрите, что происходит. Тогда я сейчас раздвину вот эту рамочку. Здесь есть вот такая тетрадочка разлинованная. Сейчас. Вот. И уже эта же самая картинка становится живой. Я могу уже на ней писать. Ее можно даже развернуть. Вот сюда вот нажмите на плюсик мышкой, разверните. Раз, два. Да, она увеличилась. Она увеличилась, да. Я просто на другом сейчас компьютере, поэтому немножко мне непривычно. Итак. И вот мы, например, зашли, вычислили устно. Например, у нас устный счет. У детей, у всех на экране появилось вот это. И я беру теперь свой карандаш с досточкой. И у меня вот здесь делаю карандаш. Делаю потолще линию, например, чтобы хорошо было видно. И мы начинаем считать устно. Дети, подключайте микрофоны и отвечаем. Ну, например, можно по желанию. Обычно они по желанию это делают. Могут все. Можно называть. Но лучше по желанию, конечно. Некоторые стесняются. И мы начинаем считать. Дети мне диктуют, а я под их диктовку записываю. Сколько будет минус, например, 16. Если не получилось, получилось коряво. Мы же не художники, и так бывает. Вот вверху, там в левом углу есть отменить. Отменяем, например, исправили цифру, стерли. Ну, и написали, например, по-другому красиво. Ну, и так далее. То есть мы это все считаем. Дети отвечают. Мы сюда записываем. Потом мы сделали эту работу. Мне нужно перейти к другому виду работы. Что я делаю? Вот здесь вот есть окошечко «Файл». Вот. Создать. Создать. Он спрашивает, сохранить или не сохранять. Мне не нужно сохранять. Я называю «Не сохранять». И у меня очищается листочек, и у меня опять появляется чистый лист. Вот таким образом. И я здесь уже могу, например, детям сказать, откройте свои учебники. Ну, например, там, запишу здесь. Так. Например, напишу страница. Я сейчас волнуюсь. У меня, честно говоря, трясется рука. Страница 100, например. Напишу номер там, ну, 205, к примеру, да. Вот. И мы сейчас с вами сделаем номер А. Задание А. А задание Б вы сделаете дома. И мы, например, можем здесь что-то прорешать с ними вместе. Потом я им говорю, сохраните скрин этой странички в беседе. Они охотно это делают, сами сохраняют. И потом, когда дома они начинают работать уже самостоятельно, они могут посмотреть, как это мы делали в классе. Ну, кому надо, тут может посмотреть и вспомнить. Вот, например, у нас был график функции. Можно, конечно, здесь в Paint еще и печатать. Ну, вот, например, я приготовила, например, написала сразу тему урока. Я открываю вот этот тоже в Paint, открываю его. Координатная плоскость. Вот. Можно записать тему сразу, приготовить, и мы начинаем здесь работать. И мы сначала с детьми вместе учимся строить координатную плоскость. То есть мы, например, я их спрашиваю, и мы объяснение и показ у нас происходит синхронно. То есть мы, например, вот говорим, построить две перпендикулярные прямые. Они вот это тоже охотно подсказывают мне. Вот мы строим. Что такое перпендикулярные? Что еще здесь нужно нам указать? Стрелочками указать направление. Ось Х, ось У, например. Вот это мы все делаем с ними. И если у нас, ну, конечно, может получиться и коряво, но так или иначе, это вот такая живая работа. Подписываем. Это ось У, это ось Х. Начало координат. Вот здесь у нас точка О. Чего еще не хватает? Единичного отрезка. Намечаем единичные отрезки. Говорим, что мы в тетради по клеточкам можем работать. И так далее. Мы с ними строим вот такую координатную плоскость. А потом, поскольку мы несколько уроков и в седьмом классе, и в шестом будем работать в этой теме, я дома заранее аккуратно готовлю такую координатную плоскость, вот такой шаблончик. И он у меня будет уже сохраненный. И я все время на урок его буду доставать. Вот, то есть, мы начинаем урок. Ребят, они могут тоже приготовить себе в тетрадях, если нам нужно это, себе шаблон вот такой, чтобы на уроке не тратить время. И мы начинаем с ним работать. Вот здесь вот, вот опять файл. И вот здесь вот можно его сохранить. Мы его сохраняем. И потом он у нас уже здесь, вот координатная плоскость, вот он у нас сохраненный будет. Мы постоянно его отсюда будем доставать из этой папочки, уже прям в пейнте. Это удобно. И потом мы можем цветом уже здесь строить и точки выбирать. Ну, например, там нам нужно построить, определить координату точки. Сейчас. Ой. Вот, например, если что-то лишнее у нас получилось, можно не стирать резинкой, можно сделать отменой. Отмена, отмена, и получается, так. Ну, вот, например, взяли вот какую-то точку, красненькую можно, и назвали, например, ее, как мы ее назовем. Например, будет эта точка А. И запишем, давайте определим ее координаты. И записываем координаты этой точки, учимся находить по перпендикуляру координаты. Все здесь подписываем и так далее. Если можно, например, вот сейчас покажу вам, есть, например, такая вот игрушка. Марина Георгиевна говорила, что тоже можно иногда поиграть. Вот, ну, например, вот такое. Дело в том, что чем удобный пейнт? Мы можем любой слайд, любую фотографию, картинку из своей презентации, из чужой презентации, какую угодно, мы ее можем открыть вот в этом графическом редакторе. Она становится живой, и мы уже можем с ней работать и на ней рисовать, писать. И вот, ну, например, вот такое задание. И мы можем здесь вот, ребята охотно скажут, какая здесь фигура, и мы потом нарисуем эту фигуру, треугольник там или круг, зальем это. Ну, вот, например, да. Например, здесь вот будет у нас кружок, то есть мы вот это все рисуем. Вот эти вот штучки, вот так, ну, например, и зальем ее цветом, какое в зависимости от того, какой нам цвет нужен здесь. Вот, и потом сделаем внутри заливку, ну, и так далее. То есть это уже, ну, вот, ой, так. Угу. А вот. Вы его выделяете? Да, 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 да. Угу, все. Смотрите, если, например, стерлось что-то, а мне надо круг, я вот нечаянно стерла, два раза нажала, мы можем назад вернуться тоже вот этой же стрелочкой сначала убрать, а потом вернуться назад, все-таки вернуть нашу вот эту штучку и потом залить. Ну, вот, например. То есть можно вот такие вот штуки делать. При определенном навыке, когда мы несколько дней уже работаем, у нас это получается все быстро, и мы можем это все быстро делать. Ну, вот, или, например, вот еще такая, может быть, работа у меня здесь приготовлена. Вот. Например, я нашла в чужой презентации, к примеру, вот такую самостоятельную работу. И говорю им, например, сделайте скрин вот этого листочка, вернее, этого слайда, оставьте в группе, либо мы делаем, эту работу можно делать за 5 минут до конца урока. Вот все, ребят, мы делаем онлайн прям самостоятельную работу, и они мне ее делают или на листочках фотографируют и высылают в WhatsApp, кто-то делает в Skype и отправляет, кому как удобно, у кого какие ресурсы есть. И вот они буквально делают. Здесь трудно, конечно, списать где-то, но вот проблема в том, что они все равно умудряются списывать, потому что тот ребенок, который решит первый, у них сейчас такая вот есть особенность. А этот первый, который сдал мне, он сбрасывает сразу это в группу в WhatsApp, в ВКонтакте, хоть где. И кто любитель списывать, он, конечно, спишет. То есть они все время, кому надо, они находят там, где списать. И вот это, на мой взгляд, самая большая проблема. Еще проблема такая, что не хватает коррекции. Вот я, чтобы не рисовала и не писала и не проговаривали, мы вместе не делали, но мы не видим в любом случае, что ребенок делает и рисует за экраном. И может быть, он делает вообще все наоборот. Может быть, он перепутал право-лево. Может быть, еще что-то. И мы, к сожалению, не можем это вот как-то ему сразу рукой подправить. Вот в этом мне, конечно, вот этого не хватало. Ну, что еще? Вопросы? Пожалуй, все. Графический редактор мне очень помог. Мы строили с ним графики. Приводили подобные, раскрывали скобки. Это удобно, потому что идет синхронно показ и объяснение сразу. Стоит этот планшетик 6 тысяч. Ну, плюс проведение беспроводного высокоскоростного интернета, плюс микрофон. Пришлось купить новый ноутбук. И, ну, в общем, да, это очень затратное дело дистанционное обучение. Особенно, когда это все за счет своих средств. Но, в общем, если с учетом того, что у меня было еще два ученика дома, то, конечно, все это в любом случае мне пришлось бы делать. Спасибо за внимание. Я сейчас сделаю. Спасибо, Василия. Интересно, интересно. Я не работала с планшетом. Тоже Иванова, А, нет, Лидия Акрамовна рекламировала тоже его. Марина Георгиевича. Так, ну что, уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Вот скайп, он сохраняется в записи еще 30 дней. И любой ребенок может, как и родитель, зайти, посмотреть. Ага, Марина Николаевна, вы закрываете все свое. Я что закрываю? Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Вопросы нет, наверное, потому что все подробненько так рассказали. Хорошо, спасибо Вам большое. Ну вот видео я еще не поставила. Можно видео ставить. Теперь будем знать, что у директора заказывать. Какую технику в школу нужно приобретать. Вот, кстати, наш сейчас университет, они запустили целый курс, как, как вести дистанционные уроки. То есть предлагают методическую помощь. Я вот уже смотрела, так скажем, пробную, ну, заставочку. Очень интересно. Вот я, скорее всего, запишусь. Рекомендации. А это где там что? Можете скинуть. Если хотите, я могу Вам сюда прикрепить в скайп еще несколько рекомендаций, ну, так скажем, чисто этически, каким образом вести. Буквально несколько шагов, по крайней мере, мне они помогли. Конечно, будем очень признательны. Хорошо, тогда я все это прикреплю и через Светлану Анатольевну, или Вы сами можете прям взять все это и вот из этой группы. Есть еще какие-то вопросы, еще что-то вот, может быть, рекомендации, пожелания? А у Вас какой был опыт работы? Может быть, вот буквально, ну, минут пять мы еще можем поговорить? Ну, мы, если онлайн, то через Zoom делали, то есть использовали. Ну, и учи.ру еще использовала я, например, лично. Ну, и Марина Николаевна еще пару слов скажет. Я буквально еще хочу несколько слов сказать. Вот предметный результат достиг, достигла я или нет с детьми предметного результата? Научились ли мы строить графики, строить точки, определять координаты? Ну, пожалуй, да. Скорее всего, мы это научились делать, тема была несложная вот в данном случае. Но была тема такая, которая по геометрии. У нас было повторение. И мы не смогли ее повторить, потому что она требовала немножко другого. Эта тема была построение треугольников по трем элементам с помощью циркуля и линейки. И вот здесь эта тема, она и на уроках идет тяжело. А тем более в дистанционном обучении мы так и не смогли ее, потому что тот комментарий, который написан в учебнике, или звуком, или чертежами, непонятно, потому что нужно демонстрировать руку с циркулем. И вот либо на доске в классе можно это сделать, а вот дома нет ресурса. Да, да. Дома вот здесь, да, повернуть на доске можно. Но когда ты на удаленке, но вот сейчас у нас были курсы ЦОС. И нам говорили, что есть один такой прибор, мы его, конечно, не видели, у нас его нет. Документ-камера, которая как настольная лампа стоит. И можно здесь тогда уже в тетради циркулем рисовать, делать комментарий, алгоритм и показывать детям. И как-то какая-то синхронность вот здесь может быть. Потому что геометрические темы без показа на удаленке, они очень тяжело даются. Либо тогда, если на удаленке, то дома приобретать какую-то досточку и тоже выводить камеру на нее и демонстрировать циркуль в руке, потому что по-другому не получится. Спасибо. Спасибо, Марина Николаевна. Ну что, уважаемые коллеги, тогда мы на этом расстанемся с вами. Было очень приятно вас слышать, видеть. Всем всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Я пошла.